Вдоль по морю, вдоль по морю, вдоль по морю, морю синему, Вдоль по морю, морю синему, по-синему, по-синему, по-волынь частому, Плывет лебедь, плывет лебедь, плывет лебедь, лебедушка белая, Плывет лебедь, лебедушка белая, плывший лебедь, плывший лебедь, Плывший лебедь, окунулася, плывший лебедь, окунулася, Под ней вода, под ней вода, под ней вода в скалы хнулася, Нигде взялся, нигде взялся, нигде взялся млад охотник с оружьем, Под билон ей, под билон ей, под билон ей правокрылышко, Пустил он кровь, пустил он кровь, пустил кровь он по-синему, по морю, Развеял пух, развеял пух, развеял пух, по-синему, по морю, Развеял пух, по-синему, по морю, нигде взялась, нигде взялась краснодевица душа, Сбирает пух, сбирает пух, сбирает пух, приговаривает, Милу дружку, милу дружку, милу дружку пуховик сошью, А мне младой, а мне младой, а мне младой на перинушку, А мне младой на перинушку. А как водили хоровод? Она ещё не вся, потом появляется ещё молодец, потом они встречаются... Мужки перепутаю, боюсь, слова. А да неважно, это же... Думайте, ух, она же очень длинная. А хоровод идём по кругу, расходимся на два круга, А затем, когда ещё в хоре принимали участие мужчины, Там было некоторое время, ходили несколько мужчин по очереди. Пузырёв Михаил Иванович, с красивым голосом, бывший председатель колхоза, Учитель школы нашей Медведихинской. Были некоторые ещё мужчины, был гармонист очень хороший, Семёнов Пётр. Он играл, там пелись частушки, пелись плясовые песенки. А вот этот хоровод, как его водили, его как бы... То есть с выходом, понимаете, они как вот, когда я приехала, То есть если вдоль помру мы поём, мы выходим с этой песни на сцену, Или там где-то, мы выходим, делаем круг и всё поём. А если не на сцене? И точно так же, всё по кругу. Просто по кругу всё ходили. Да, всё по кругу, потом на два круга расходились, Потом встаёт хор. Ну, как бы вот так вот, да? Да, да, потом хор встаёт, и уже идёт как бы инсценировка. Идёт, значит, красная девица, она в переднике, Как бы собирает пух, дальше выходит красный молодец, Как бы стреляет, потом след охотник, потом молодец, И вот это всё. Она получается хороводно-игровая, как мы, наверное, говорим. Да. А вот, получается, эта песня, она старинная, она именно в «Медведихе» была? Или, то есть старые люди пели её? Старые, да, 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 да. Они всегда эту песню пели. Вот сколько я и сколько хор существует, эту песню пели всегда. И именно в таком вот ракурсе её, как бы обыгрывали. Ну, когда мужчин не стало, конечно, уже тут охотника не было. Но, во-первых, не всегда её, где участвовали, не допивали до конца. Поэтому вот где пуховик сошью, девушка выходила, собирала вроде пух, И она, как бы, эта песня заканчивалась у нас. А те, кто в хор не ходил, они знали эту песню или нет? Ну, даже, может быть, и знали. Я не могу вот здесь вам точно сказать. Те старожилы, которые были, может быть, и знали. А что там дальше примерно по сюжету, как там развиваются события? Появляется молодец, они встречаются с красной девицей, Где свидимся, там поклонимся, где сойдёмся, нет, где сойдёмся, там поклонимся, А где свидимся, поцелуемся. И это конец? Да. И это поцелуемся, это конец. Нигде взялся, нигде взялся, Нигде взялся добрый молодец душа, Нигде взялся добрый молодец душа, Как а девушка, как а девушка несклончистая, Как а девушка несклончистая, Не склончистая, не склончистая, Ни склончистая, не поклончистая, Ни склончистая, не поклончистая. Это вот он за ней ходит, А она от него отворачивается, То есть вот в этой песне, То есть как бы она её сначала не признаёт. И вот потом они... Вот, совру, давайте не будем.